Слава Иисусу Христу! Слава на веки Богу Святому! Братья и сестры, всех приветствую! Радоваться, и еще говорю, радоваться всем святым Николаевским! Дорогая Церковь, соль земли! Дорогой пастор Александр Иванович, поздравляю вас с этим праздником! Поздравляю с освящением храма, здания церковного! Поэтому очень хотел бы с вами разделить радость это лицом к лицу, как говорят, быть с вами на этом празднестве, но, к сожалению, не получается у меня быть. Но хотя я здесь в Киеве, вы в Николаеве, и между нами много километров, но, знаете ли, телом отсутствуя с вами, но духом присутствуя с вами вместе, я разделяю с вами эту вашу радость. Слава Богу, с радующимися, радуюсь! И благоставляю вас, дорогие друзья, благоставляю Церковь с таким названием как раз именно прекрасным, соль земли. Пусть действительно соль будет соленой, просаливайтесь, друзья, пропитывайтесь Господом. И на этом празднике, конечно, я так делится с Словом Божьим. Я присутствовал много при освящении храмов и православных, и католических, протестантских. Молятся люди, благоставляют Бога, благодарят за все. И, конечно, знаете ли, это действительно для любой поместной церкви это очень важная веха, очень важное дело. Тем более для меня это особенно трогательно, ведь я имел честь молиться в самом начале этого строительства, когда еще, ну там в чистом поле все еще, только еще строилось, только начиналось строиться. И я помню вот это переживание, даже записывал видео, потом многожды его пересматривал, знаете ли, случайно и не случайно. И, знаете, я вижу, что за эти годы, за это время действительно Бог благоставил вас. И молю сейчас Господа, чтобы Он и в дальнейшем благоставлял вас. Мое слово для вас, друзья, во-первых, церковь Бога Живого, это есть толп и утверждение истины. Знаете ли, друзья, христианство, я в семинарах у вас об этом рассказывал многожды, что христианство в своей истории очень часто, к сожалению, за два тысячелетия, мы с вами чаще всего являли, ну, совершенно иной образ. К сожалению, и в историческом христианстве очень много было и отступничеств, да и сейчас, чему греха таить. Знаете ли, в это время лукавое, много очень в христианстве проблем. И потому я молю сегодня и за вашу церковь, молю за весь город Николаев, о духовном пробуждении Николаевской области, земли Николаевской. Пусть Господь благоставит вас, держите твердо исповедание, держитесь этого исповедания евангельского, гиблейского, апостольского исповедания. Слава Господу, пребывайте с Богом, именно чтобы церковь, соль земли была столпом и утверждением истины. Вот это мое первое слово для вас, друзья. Друзья, а второе мое слово для вас, оно касательно вашего названия, соль земли. Друзья, сам Господь сказал на нас, верующих, что мы соль этой земли. Когда Иисус уходил, когда Он возносился на небо, мы ждем Его второго пришествия, Его возвращения. Но тогда, два тысячелетия назад, когда Он уходил, то перед тем, как уйти, Он сказал некоторые очень важные слова. Мы называем эти слова Его великим поручением. Это правда, это правда, это справедливо. Действительно, боли великого поручения на нашей земле вообще, на нашей земле не может быть от Бога. Как именно то, чтобы нести Евангелие погибающему и страдавшемуся миру. Чтобы нести Евангелие и страдавшемуся человечеству. Потому что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Поэтому, братья, сестры, держитесь Господа Христа и несите Евангелие погибающим людям. Несите Слово Господне всем и вся. Пусть Бог благословит вас в этом. И Иисус, уходя, Он сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. И Он говорил, что у веровавших будут сопровождать знамения, сверхъестественные знамения. Пусть Бог всемогущий чудесами и знамениями сопровождает проповедь Слова Божьего в Николаевской земле. Через церковь соль земли. И обращаю ваше внимание на следующее. Что когда Он уходил, Он сказал, кто крестится. Слово креститься, да, креститься, это, конечно, не крестное знамение имелось в виду. И не, даже и не только погружение в воду, в водное крещение. Даже не сколько это, сколько гораздо серьезнее все. Погружение в Него. Погружение в самого Господа. Потому что то слово баптизо, которое там употреблено, баптизо, погружение, да, в современном греческом языке оно означает погружение, в смысле окунание. Как вот практикуется на водном крещении, допустим. Погружение как окунание. Но, дамы и господа, братья и сестры, дорогой пастор Александр, дело в том, что в те времена, когда был написан Новый Завет, слово баптизо употреблялось несколько в ином смысле. Погружение, баптизо, в смысле не просто окунание, а погружение, серьезное погружение и пребывание там. Погрузиться и остаться там. Удивительно. Так это слово использовалось еще лет за 300 до Иисуса Христа. И после того, после написания Нового Завета, также использовалось это слово баптизо. А потом уже в раннее средневековье, уже баптизо стало видоизменяться, это слово, его стали употреблять для обозначения именно погружения, в смысле окунания лишь, временного окунания. А в те времена, во времена Нового Завета, баптизо использовалось для писания соления огурцов, чаще всего, или же прокраски тканей. Соления огурцов, я думаю, все вы любите, мы все любим, да, наверное, соленые огурчики. Наверное, у вас на праздники будет тоже обед, жалко меня там нет, а, с вами. Разделил бы с вами не только радость, да, не только молитву, но и общую трапезу. Это же так по-христиански, друзья, на самом деле. Поэтому пусть Бог благословит вашу трапезу. Но, друзья, соленые огурцы, соленые огурчики, может быть, кто-то из вас любит малосольные огурцы. Вот интересно, для описания малосольных огурцов баптизо раньше, тогда, во времена Иисуса, во времена написания Нового Завета, не употреблялось. А лишь для описания соленых огурцов, просоленных, которые имеют соль не просто на шкурке, а соль в себе. Малосол, конечно, имеет свою прелесть. Он имеет соль на шкурке своей, но внутри сохраняет элементы свежести, свежего огурца. Поэтому, да, значит, свою прелесть имеют. Но греки древние баптизским этим огурец не называли. Баптизо по отношению к малосольному огурцу не употребляли. А лишь к тем огурцам, которые прошли полностью просолку, которые погрузились в этот рассол и полностью пропитались, и имеют соль в себе уже. Братья и сестры, возлюбленные во Христе, друзья мои, друзья церковной реформации. В сегодняшнем христианстве очень много такого малосола, по отношению к которому никак баптизо нельзя употребить. И, соответственно, чудесами и знамениями проповедь Слова Божьего не может быть просто-напросто явлено. Потому что соль земли, это не малосол земли. Это именно соль земли. И Библия говорит Нового Завета, не даром нам, имейте соль в себе. Имейте соль внутри себя. Не просто на шкурке, не просто внешне, а внутри себя имейте соль эту. Божественную соль. В Божьем Слове вся эта соль. В Духе Святом, в общении с Господом вся эта соль. Поэтому, товарищи огурцы, просаливайтесь с грядки этого мира. Бог нас срывает и в катки свои помещает, чтобы мы просаливались Его святым присутствием. Поэтому наша задача, ну, в принципе, от огурца что требуется? Немного. Главное, не дергайся. Главное, попал в это присутствие Божье, пребывай в Нем, пребывай в Боге всегда. И здесь у меня сзади фаннер, где изображена Стена Плача. Или, как ее я называю, молитвенная стена. И здесь на иврите надпись, которая звучит следующим образом. Они, ле, доди, ве, доди, ли. Буквально, это из книги Песни Песней. В книге Всех книг есть Песня Всех Песней. Это Песня Любви. И она тоже об этом. Я, они, да, а Я принадлежу моему возлюбленному. Возлюбленный мой мне. Пусть Господь благоставит, братья и сестры. Благоставляю всех вас, пребывайте в Нем. А возлюбленный, да пребывает в вас. Благоставляю церковь вашу. Благоставляю и здание церковное ваше. Для любви нет преград и нет расстояний. Благоставляю прямо сейчас в молитве благоставение священников. Благоставляю и на еврейском языке также. Благоставляю. Благоставляю и здание церковное ваше. Благоставляю и здание церковное ваше. Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Благоставляю и здание церковное ваше. Во имя Иисуса Христа Мессии. Бог Авраама, Исаака, Израиля, Бог патриархов и пророков, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Благостави, Господь, церковь, соль земли. Благостави, Господь, быть солью, просаливаться Тобою. Боже, погружайся в сердца людские. А мы да погружаемся в Тебя, Господь, непрестанно и пребываем в Тебе. Имеем соль в себе. Благостави народ свой миром. Боже, благостави землю Николаевскую своим духовным пробуждением во имя Иисуса Христа. Пусть над землей Николаевской, над самим городом Николаевым, всегда льется хвала. Слава Иисусу Христу на веки слава Богу Святому. Аминь. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа пребывает со всеми нами. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам. Иисусу слава, Иисусу слава, Луная песня над Схилом и Днепра. Иисусу слава, Иисусу слава, Спевает вильно Украина, Вся земля так долго на цей день чекала, Когда лине с неба чистый сильный дождь, Когда солнце правды порозгодить хмари, Когда песню счастья заспевает кто-то, И этот день наконец-то до нас вернулся. Он принес нам веру в светлый мать будущего. Через своего Сына, всемогущий Батя, Иисусу слава, Иисусу слава, Луная песня над Схилом и Днепра. Иисусу слава, Иисусу слава, Спевает вильно Украина, Иисусу слава, На веки, на веки, Иисусу слава, Слава Иисусу Христу, На веки слава Богу Святому. Аминь. Иисусу слава, На веки, на веки.